...качественные услуги. Первая в республике фарсайт-сессия собрала в Сыктывкаре более 100 участников, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Ижевска. В переводе с английского фарсайт значит «взгляд в будущее». Форум посвятили перспективам развития экотуризма в регионе. Максим Катаев выслушал мнение экспертов. Сырьевая база и ГУЛАГ – это, в общем-то, и все, что знают о республике за ее пределами. А ведь в Коми богатое культурно-историческое наследие и природа. Национальный парк Юго-Тва, Усиленская горка, столбы выветривания на плато Мань-Папунер могут привлечь туристов. По мнению главы Коми, у региона неплохая перспектива занять достойную нишу на рынке тур-услуг. Наша республика – одна из немногих территорий, которая способна предложить весь спектр такого рода услуг. Начиная от экологического, сельского, активного, охотничьего, рыболовного и так далее. То есть все, что возможно применить в сегодняшних условиях, современных, именно к такому виду развития туризма, у нас, республика, всем этим обладает. Вячеслав Гайзер подчеркнул, развитие туризма – стратегическая цель для региона. Фонд поддержки инвестиционных проектов разработал концепцию. Но окончательное слово – за территориями. Их представителей сегодня и собрал форум. Это не все риски в групповой работе, люди будут продумывать. Это не зона ответственности экспертов, это зона ответственности собственных людей, которые живут на территории. Федерального эксперта Артема Желтова так впечатлили слайды, что петербуржец даже захотел сюда на рыбалку. Как идею он подбросил развитие так называемого гастрономического туризма. Готовы полохить за то, чтобы поймать килограммового хариуса или пить воду из ручья. И в этом смысле Республика Коми, которая с точки зрения промышленного развития или чего-то такого может считаться на отшибе. Ну знаете, а что там, кроме угля-то есть и леса, да ничего. Вот с точки зрения нового прочтения туризма и новых рынков, Республика Коми – это действительно один из ведущих регионов страны. Куда более интересная для Москвы и Питера, чем самой Республике Коми может казаться. По данным одного из туроператоров, в этом году официально Коми посетили всего 20 туристов из других регионов и стран. Республика может похвастаться достопримечательностями, чего нельзя сказать об инфраструктуре. Форсайт-сессия продлится два дня. Ее участники должны разработать тренды и проекты по развитию экотуризма в Республике. Правительство Коми готово рассмотреть все идеи и оказать финансовую поддержку. Максим Катаев, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».